Тренер нужен для чего? Для того, чтобы, блядь, блины на штангу повесить. Ну, МРТ прям толще, да. Он мне размер отрыва сказал. Ну, у тебя же как? У тебя сегодня болит пиздец, а завтра проходит, кой, о, все, заебись, где моя штанга, 100 килограмм. Мы же вначале все сказали, мы ли эту хуйню оторвем, или она сама прорастет. Меня все взбесили, я решил, надо выпустить негативную энергию, поехал в зал, выпустил энергию, разорвал грудь. Когда накачаетесь по статодинамики и по другим системам мастурбации в зале, расскажете. Вот обычно наша работа выстраивается так, Рома должен делать столько, пока мне не надоест. Второе, Рома сказал, что мы с ним будем качаться, а не пиздеть. Блин, я что-то распизделся, как будто у себя влог записываю. Да, я про эту, сука, и говорю. Он мне форму когда свою в телеге скидывает постоянно. Я, блядь, матерюсь, думаю, блядь, ничего за хуйня. Фарму нерабочую у меня. А? Фарму нерабочую у меня. Коля, колю с одного ведра, блядь, у меня, сука, нерабочая слезу заливает. Блин, ну, я стараюсь. Это ты понимаешь, это я еще, блядь, на этих, на жимах в тренажерах с 5-ти килограммовыми бельнами. Спина только узкая тяга. Ну, вот ноги, да, тренирую. Ну, короче, такой еще, вот спорт, знаешь, чисто на поддержание. Вот сейчас я прямо от этого очень устал. У меня уже все, как бы, короче, я понимаю, что можно быть лучше, можно быть больше. И у меня прямо уже, думаю, все, короче, с хуйским плечом, или пусть отрывается до конца, или, ну, типа, вот все равно толку от этих вот поддерживающих тренировок нет. Боль-то прошла. Как мне сделали, это PRP, да, даже после первого укола через 2 дня стало легче. PRP это плазма? Плазма. То есть, ну, мне помогло все. Они ее прямо в сустав делают? Ну, мы ему прямо, не в сустав, у меня же не в сустав, у меня сухожилие. То есть, он прямо в сухожилие вместо отрыва вызывает сместное воспаление и регенерацию улучшает. То есть, сухожилие какая, в нем кровосомжение плохое, там нет питательных веществ, чтобы оно быстро прорастало. А за счет плазмы, мы, грубо говоря, все питательные вещества из крови загоняем в это место. Главное, в комментах все пишут, что нихуя не работает. То есть, я проснулся на первый день, то есть, у меня сначала рука двигалась вот так, до процедуры. Проснулся, двигалась рука уже вот так. Через день я уже руку смело поднимал, вот сейчас у меня боль наступает, вот где-то в некоторых углах, вот только в самом верху, где-то здесь. И то не такая. То есть, у них не работает, у меня почему-то работает. Не знаю, вот... Такие все специалисты офигенные, знаешь, в интернете. Димка Воротынцев, он себе в колени колол. Он говорит, я на три месяца вообще забыл, что такое колени. Ему, говорит, мне вообще помогает. И он два раза или три раза в год ее делает, эту процедуру. Ну, вот я тоже сказал хирургу, давай, короче, говорю, плазму будем фигачить, там плечо пройдет, давай куда-нибудь ее постоянно колоть. Там раз в 10-15 дней. Ну, вроде, говорю, ну, как бы, ну, работает. У меня когда вот левая, у меня же правая, когда оторвалась, дикая боль была, вообще в левой. Потому что, я сейчас понял, что какой-то микронадрыв был, вот он. Ну, чуть-чуть, да, уходит. Короче, мы тогда подкалывали тоже, у меня боль там прошла. Ну, у меня работает. Может, именно просто у меня, ну, так скажем, по моему диагнозу она подходит. Ну, вот я читал комментарии под видосом, у всех не работает. Такие смешные. Они просто не знают, чего ждут от этого, блядь. А может, им даже не делали, в интернете прочитали. В общем, мне помогло. И, да, нагрузки отменял на 2 недели. Интересно, а есть смысл мне в колено поколоть? Я думаю, что есть. Есть? Ну, к Антохе ехать только, потому что он делает по себе. Ну, который МЧСник? Да, да. Да я ему позвонил тогда, этому Антохе МЧСник. Он мне сказал, через 21 день МРТ иди сделай, а потом посмотрим, что у тебя там. Я такой, блядь, как 21 день? Я сейчас хочу. Ну, чтобы отек ушел. Ну, с этим весом уже хорошо. О! Так. Я рассчитываю, что пройдет. Кстати, друзья, всем привет. Роман Халиульин, Руслан Халецкий, канал Генетик. Рады вас видеть. Давно не виделись. Вот мы в такой вот компании. Вы, да мы. Леха. Кстати, Леха, для вас, смотрите, что закупил. Теперь, типа, должен быть получше звук. Это в комменты Лехе респект. За картинку, за работу. За то, что он все это для нас творит. В общем. У Ромки нога на месте. У меня рука тоже пока на месте. Это их хороших новостей. Готовимся мы. Не знаем точно куда. Планировали мы в Гонконг. Гонконг. Но там, короче, опять где-то на границе эпидемии коронавируса. В общем, даты не дали. Но это осень. Мэнс-физик Роман Филиурин. Не, без шуток. Мы-то адекватно относимся ко всем категориям. Поэтому, понятно, ноги сейчас тяжело будет догнать до прежних феноменальных, так скажем, кондиций. На это потребуется месяцев девять. А чтобы не отдыхать, чтобы про лига не забывала, чтобы вам не было скучно без нашего пива перед соревнованиями. Ромка будет, как говорится. И во время. И во время. В общем, Ромыч будет выходить в категории про мэнс-физик. Я в свой классик физик с бодибилдингом полезу. А если одни шорты будут на двоих, почему бы и не выйти с Ромкой так куча? Мэнс-физик. Опыт был уже. Слушайте, а с чем черт не шутит? Какая разница? Нам же по приколу. Нам по приколу вас порадовать, чтобы вы улыбнулись. Вот. Сегодня у нас тренировка спины. У меня абы какая, потому что кто не смотрел ролики ранее, у меня оторвана частично манжета плеча. Вот. И я не уверен, что я вывезу то, что буду требовать от Ромы. А вот Рома сегодня вам покажет мощнейшую интенсивную тренировку спины. Ну вот. Благо мы сегодня в клубе Спортлайф. За что Саня Приходько привет. Спасибо. И тут много оборудования. Ромки еще подход. Мы разминаемся. Да, да, да. По-моему я начинал. Мы разминаемся на пловерах с верхнего блока. Вы знаете, это одно из излюбленных мной упражнений. Во-первых, изолированно чудесно наполняет кровью вшрачайшие. Во-вторых, вот многие вот эти вот мышцы спрашивают, как накачать. Вот эти, которые здесь. Вот, собственно, тут они тоже очень отлично работают. Хорошо будут нижние крепления. В общем, я это движение люблю ставить. Вначале в разминку. Готов его делать в середине тренировки. Иногда делаю даже между подходов тяговых на спину. Что-то жужжит в жопе. Телефон. Иногда даже делаю пару подходиков между тяговых движений. Просто, чтобы поддерживать объем крови, кровенаполнение в рабочей группе мышц. Следующее движение у нас будет узкая тяга к животу. По двум причинам. Рычажная. Я ее могу делать. Мне в этом движении менее всего болезненно. Во-вторых, ну, отлично порабатывает центр спины. Глубину спины. Ввиду того, что у нас категория Мэнс Физик, нам тем более нужна суперспина. И в классике Физик тоже спина оценится. Потому что посево всех позах мы показываем позы, где есть спина. Что спереди, что сзади. Там пацаны сейчас какие-то. Тут что-нибудь еще есть, интересно? Есть только блок. Блок? Ну, именно если горизонтально говорите. Есть вот эти вот снизу тяги. Нет, вот эти снизу тяги, мне кажется, у меня что-нибудь оторвется. И мне она не нравится, так я ее не чувствую. Я хочу рычажную. Ну все, тогда сейчас подождем пару минуточек. Мы подождем пару минуточек, но чтобы не ждать порожняком, мы пойдем и сделаем разминочные тяги узкие к животу на блоке. Нам там вполне себе это можно позволить выполнить. Узенько. Узенько. Мы же любим, когда узенько. Роман Батькович. Ничего, он сильный. Два моих рабочих веса в данный момент повесил. Ладно, сейчас попробуем. Ой, я, ребят, не знаю. Мы столько раз уже рассказывали, комментировали, как и что мы делаем. Даже не знаю, надо, не надо это делать. Ну вот опять же, после пуловеров сразу делаем подход маленьким весом. Но у меня настолько сильно пампит спину пуловер с верхнего блока, что я прям уже ее очень отлично чувствую. А ты что-нибудь чувствуешь? Да. Отлично. Он тоже чувствует. Ну у меня пока спина в принципе такая отстающая мышечная группа. Мы ее, конечно, подтягиваем. Но, скажем так, когда я вот эти пару месяцев не тренировался толком, нормально, она в капец откатила в нули. Есть группы, которые отваливаются. Да, прям у меня. Вот у меня, например, знаете, в первую очередь откатывает? И она меня откатывает. Все, блядь. Это когда тебе вообще не повезло с генетикой, типа? Тогда я не заметно, что откатил. Ну да, типа. Тогда я не заметно, что вообще качался. Если кто-то не знал, никто не скажет, что ты откатил. Я знаю, там, наверное, все ждали, что я сейчас травмируюсь и прям в кашу превращусь. Но я держался. Но от того, что нормально заниматься не могу и силы тратить на тренинг, в общем, дело дошло до того, ребята, что я уже три раза качал пресс. То есть, как бы, почти в два раза больше, чем за последние пять лет. Ну, потому что многие спрашивают, как вы качаете пресс. Ну, как бы я, ну, если быть честным, вот прямо специализировано пресс никак. Когда у меня ничего не болит, я могу подтягиваться и делать уголок в процессе. Типа и пресс напрягается, и подтягивания делаются. Рома пресс очень любит качать, конечно. Ты так же, как ты. Три раза за пять лет. Ну, сейчас делаю каждую тренировку. Три-четыре раза в неделю стабильный подъем ног. И с канатиком мне нравится этот момент. А я утречком на коврик ложусь детский, он мягкий. И там очень прикольно. И досыпаю. Нет, нет, там прессик качаю. Я делаю скручивание до отказа почти. А потом еще так ножками, знаешь, делаешь, когда лежишь на спине. И одновременно скручивание, когда ножками дергаешь. Потом как-нибудь покажу вам эту ерунду. У меня живот напрягается, по крайней мере. Вот скажите, что это плохо работает. А я вам скажу, вот у меня сейчас пресс есть, а у тебя. Поэтому не выпендривайся. Что колю в плечо? В плечо колю сейчас вообще все, что могу найти. Во-первых, гормон ставлю местно в плечо. Естественно, это никак не работает на сухожилие. Но почему я ставлю гормонку в плечо? Я ставил ТБ-500. У меня он первых окончиков 10 я у друзей нахватил с Москвы. В общем, я ТБ-500, пептид такой для регенерации тканей. Я его разводил гормоном. А сейчас уже вторую неделю ставлю... То есть это ржака. Кто Илья Угалема смотрит канал, может, знаете. Кто не смотрит, внизу есть ссылка на Ильюху и на его канал. Можно посмотреть. В общем, прислали мне американский ТБ-500 в жидком виде. Я как же долго ржал, что он американский. То есть все, что угодно американское, это как айфон. Оно, скорее всего, китайское. Но это неважно. Факт, что работает. И все, посмотрели мои ребята, проверили по качеству. Но я долго ржал, что он американский. Удобно, что он в жидком виде. То есть его не нужно разводить, растворитель покупать. Прямо, слушайте. Настолько я отвык от того, чтобы что-то нужно было разводить. Гормон, например. Или что-то еще. Поэтому ТБ-500 растворять мне прям было западло. А вот теперь в жидком виде, я бы вам показал, но он в холодильнике. Живет дома. В общем, потом как-нибудь. Может быть. В блогике покажу. А пока он был сухой, я его чем только не разводил. Траумелем. Может, знаете, есть тоже такой препарат. Хирург, видели видос, сказал, что траумелем ни хера не работает, деньги не тратится. Но он уже был куплен, потому что купил я его ранее, чем была беседа наша. Поэтому, в общем, я траумелем его разводил. Еще чем-нибудь. Ну, мне кажется, он должен работать. Уже отзывы и рекомендации по нему очень хорошие. Исследования даже по нему есть. Тем более, не будут же просто так. Я знаю, что легкосредственные точно его используют. Но забавно. Не для восстановления от травм, а для увеличения выносливости. А вот лошадям беговым ТБ-500 колют краски для снятия воспалений и для регенерации опорно-двигательного аппарата. В общем, если что, я ТБ-500. Вот. Видео купить я не знаю, если честно. Вот. Но, опять же, может, вы увидите на канале. А в этом есть информация? Мне дали так. В общем, по ноге восстановление проходит хорошо. Вот. Еще немножко подтягивает. Скажем так. Но уже угол практически полный. И коленка уже такая, ну, появилась. Скажем так. Поэтому потихоньку восстанавливаемся. Начал приводить диетку в порядок. Вот это идет вторая неделя моей. Ну, еще и не скажу, что сушки. Но, скажем так, подубирал все лишнее. Питаюсь чистенько. Питаюсь по КБЖУ. Начал считать все, что кушаю. Препараты. Поменял дозировки. Снизил дозировки. Потому что на сушке у меня подключается препарат Тренбалон. Он очень сильный. И для меня. И мне сопутствующих различных препаратов не нужно. Я сейчас делаю тестостерон 500 мг. 300 Тренбалона инонтата. 300 мастерона раз в неделю. Тренбалон по 100 мг. Хоть он инонтат формы. Но я делаю его через каждые 2 дня. Чтобы более ровный фон был. Из оралки пока ничего не использую. Сейчас хочу попробовать делать кардио. Начать на велосипеде. Вроде угол позволяет. Посмотрю, как будет вести себя колено. Потому что когда долго-много ходишь. Все равно он начинает подотекать. И немного поднывать. Но в целом все хорошо. Форма потихонечку. Такая фактура появляется. Какие-то такие плечики. Вес у меня 107. 107 натощак. 107-300 там. Если с телефоном в руках. Пока он держится. А что касается кабыжу. Это где-то 250 белка. 120-150 жиров. Я стараюсь держать жиры в высоком уровне. И 350 углеводов. Этого вполне хватает. И на мой аппетит. И в целом в течение дня распределять это кабыжу так. Чтобы ходить сытым. Обмен веществ. Обменка не так быстро пока раскручена. Поэтому аппетит такой умеренный. Контролирую его. Из спортивного питания у меня. Ну при тренировочной стеке. В виде аргинина, цитрулина, креатина. Бета-аланина. После тренировочной протеиновой коктейли. Я не убираю. Пью сыворотку. Что еще спортивного питания? Ну МСТ, лецитин, омега, магний-B6, цинк, пребиотики раз в день. В общем все, что я показывал как-то в своем влоге. Кстати, кто не видел этот влог. Перейдите ко мне на канал Роман Халюлин. Там есть день из жизни. И я там воду свою пью. И добавил сейчас жиросжигатель наш. Генетиковский оксиген. Перед тренировкой выпиваю его. Потому что состав у него такой. Он как предтренировочник на меня работает. Очень клево. Ну в принципе все, что касается изменений в моей спортивной составляющей. С семьей все хорошо. С дочками все замечательно. Съездили не так давно на этот. Блин, я что-то распиздился. Как будто у себя влог записываю какой-то. Съездили с семьей на пляж отдохнуть. И дочка младшая, ну, наколебалась с воды. Вчера обедная полдня лежала. Все эти рвотные позывы у нее. И она прям лежит, болеет. И мы с Юлей сидим такие два унылых говна. В общем тяжело, когда твои детки болеют. И собака еще сделали. Юля говорю, Юль, давай курочку запечем в духовке. Так хочется, вот такую прям с корочкой. Она запекла. Ну в общем и уехала с дочкой в поликлинику. Я съел там грудинку, ну, ножку и в духовку убрал. А духовка, чтобы она остывала, она открытая осталась. Ну и соответственно я уехал. Юля приезжает, говорит, а ты что, всю курицу съел? Я такой, нет, в духовке. Ну и в общем собака наша, Ася, американская Акита, взяла эту курицу и прям с костями сожрала. Весь противень вылезла, все, она ни следа вообще не оставила. И вчера весь день тоже, короче, лежала просто. Ей так херово было, ее полоскало, блин. Лошадь жадная. Ну это что касается, так, моей повседневной жизни. Скоро, кстати, может быть какой-нибудь Леша в ложек тоже снимем на канальчик. Хотя делаю пятый подход. И потом, наверное, проявлю инициативу и самостоятельно пойду на хаммер. Еще? Хватит пока. Я ее вешал, у меня уже плечо заболело. Так ты сам особо не напрягайся, я сам буду весить. Как пишешь в комментариях, тренер нужен для чего? Для того, чтобы, блядь, блины на штангу повесить. Ага, ну да. Вот и больше тренера нахуй ничего не нужен. Давай. Это я потом выругался, конечно, на этом. Но почему-то YouTube блокирует комментарии с мастерными словами. Я не знаю, у них какой-то там алгоритм. А ты меняй буковки на латинские. Вот. В общем. Ну, слушай, тренера разные. Не, надо понимать, почему. Наверняка он посмотрит этот ролик. И я выругался там на этого человека. Если ты этот ролик посмотришь, просто пошел нахуй. Хуй сос. Все. Вот. Надо не путать тренера и инструктора. В залах очень много инструкторов. И это нужные люди, с ними можно поболтать, как прошел день. Они, как раз, считают за своим подопечным до 15. Они вешают, наверное, блины. Узенькие, узенькие. И думаю, что верхняя часть. Вот так, как ты прям большим пальцем. Ага, вот так накрывал. Может, скамечку будешь или нет? Давай ты сделай. Ты мне скажешь. И сам как почувствуй. У меня вот хочется, чтобы чуть повыше. Давай. Так хорошо. А, потому что тут еще подставки поды ноги. Да. Может, это какой-то китайский хаммер, мне кажется. Вон другой обычный немножко. Это модификация. Я, конечно, шучу. Конечно, шучу. Как это спортлайфе китайская здесь? Даже отечественного спортивного питания нет. Есть зато белорусские фейер с геранью. То есть, по сути, у них сейчас стоит предтренд на баре, который по 234-й статье проходит. То есть, закупщику бара просто привет, дружище. У тебя тут статья, короче, до 8-ми. Поздравляю. Борис, Борис. Я еще не прикалываюсь. Серьезно. Я еще ничего не делал, но у меня уже забилось все и болит. Ну, видишь, в том году, помнишь, было такое же. Это же показывает? А? Ну, все, что ты представляешь, это на МРТ показывается. На МРТ прям толщик. Он мне размер отрыва сказал. В длину 1 сантиметр, в ширину 4 миллиметра. Кусочек такой болтается. Но она не оторванная полностью. Не, не полностью кусок. Ну, я бы не смог ничего делать. Настолько. Она не полностью оторванная. Мало того. Помнишь, у меня в том году было, перед соревнованиями, что я 2 недели вообще плечи не мог делать? Он сказал, что судя вообще, ну, так сказать, ну, на взгляд, говорит, у меня этому отрыву где-то 2-2,5 года. Видимо, в прошлом году, когда я отключил нагрузки, я был хорошо заряжен. Оно подросло. Оно просто зацепилось и приросло. Там мы с гантелями все вы пожали. На кости прямо, говорит, рубцы есть. То есть видно, что он цепляется, периодически прирастает. Ну, заново, говорит, отрываешь. Вот. Ну, у тебя же как? У тебя сегодня болит пиздец, а завтра проходит, такой, о, все, заебись, где моя штанга, 100 килограмм. Бля, слушайте, я, кстати, после соревнований тогда, когда уже была такая компенсация, вот те, что, ролики из Дубая с Ильей, да, где-то там, наверное, декабрь. Я же там в такой хорошей форме, я такой большой. Там, да, у меня жим стоит с груди. Я там сотку делал. А с Ильюхой, с этого, со СМИТа, сколько, 160, наверное, мы там вешали. Не болит же, бля, почему? И не болело, главное. Все, надо хуярить. То есть я, получается, рванул-то, ну, то, что болевой седром пошел, где-то уже в диапазоне весны. И причем скажу почему. Это банальный избыток работы и недосып. Потому что мало с плюс, с перелетами, с работой. Потому что, когда грудь я оторвал, этот отрыв груди был четко. Я тогда летел из Испании в Россию, был длинный перелет, 24 часа приземлился, пошел в офис сразу, поехал с аэропорта. То есть уже где-то там вторые сутки бюст нашли, меня все взбесили. Я решил, надо выпустить негативную энергию. Поехал в зал, выпустил энергию, разорвал грудь. То есть, по сути, опять же, тупо не до восстановления из-за нехватки сна. Вот такая вот история. Снимаю, да? Поэтому, нет, оставь. Оставь. Мы же вначале все сказали, мы ли эту хуйню оторвем, или она сама прирастет. Мой хирург говорит, что это неразумный подход. Антох, привет тебе. Ладно, он сейчас в отпуске, поэтому он не будет смотреть. Блядь, как накачаюсь, ебать. Там уебищный зал, чтобы ты понимал, ну я туда хожу, а вот для него, понимаешь... Для него это да. Понимаешь, чтобы ты понимал, когда я в зал первый раз пришел, я такой иду по критерам, все вижу, тренировки только стоят, один парень малой подход такой, Руслана, это вы? Я говорю, это я. А что вы тут делаете? Я говорю, блядь, занимаюсь, чувак. У меня завод рядом здесь, ехать близко. И как он наш зал? Я говорю, помойка ебаная. Ну чувак, я говорю, все равно, я подтягиваюсь на турнике, который у меня к забору прилепленговой на работе. Мне вообще, говорю, пофиг где заниматься. Мне не знаю, с чего люди там взяли, что мне... Там гантели есть и жимовые скамьи. Блин, да там тренажеры есть. Если постараться, в них даже можно... Потренироваться. На самом деле. Вот, ну... Если у меня спросят, я зал выберу супер премиальный, там мажорный, где ходят супер звезды. Или зал такой, в котором просто есть железяки, но он рядом. Я выберу мажорный. А мажорный зал далеко. Конечно, я буду ходить в зал, который рядом. Потому что ценнее, чем время. У нас вообще мало есть ресурса. Время, здоровье. А дальше уже остальная вся. На здоровье кто-то регулярно хуйца забивает. Снимаю. Снимаешь? Ну тебе будет тяжеловатенько, наверное. В смысле мне будет тяжеловатенько, блин? Нет, ты не вызвал, блин. Это вызвал, блин. Это знаешь? Не тяжеловатенько физически. Ребята, вы, наверное, не знаете. Мы-то старенькие ребята. Вот этот фильм с Джоном Траволтой, где он играл ангела. Михаэль, по-моему, назывался. В общем, он с неба упал, он был ангелом, короче, что-то там произошло. Короче, не суть. Это был как бы архангел, который должен был сражаться. В общем, на земле ему было максимально нечем заняться, что от того, чтобы было тупо нечего делать, он решил посоревноваться и с быком лоб в лоб бился там в поле, такой, типа, мне нужна битва. А, блин, он такой, и с быком, ба-ба. Я попробую. Да я же не... Ну ладно. Хирург сказал, главное делать медленно. Пусть медленно отъебнет. Чтобы щелчка не было. Главное не растягивать, а отпустить. Так что, да, кто меня видит, ребята, это я не то, что я не культурный, сейчас бросаю веса, просто где-то безопаснее мне амплитуду не доводить до конца, а просто избавиться от текущения. Фух. А так, друзья мои, расскажите в комментариях, как проходит ваше лето. Поехали вы куда-нибудь отдыхать или нет. И пускают ли вас куда-то. Кстати, я тут прочитал, что финка открывает для русских туристов границу. Забавно все это. Я поеду в Сочи на слет клуба 500. В Красной Поляне он будет. И пока по отпускам, по морям в целом ничего не планируется. Только работа. Хотя куда-нибудь хочется. А в Египте акулы едят людей сейчас. В Египте не надо. А в Турции русские сказали, отхуярили акулу, которая поплыла бы, шваброй что ли. Ну, походу, акула была не очень агрессивная, потому что я думаю, что это опрометчивое решение. На акулу со шваброй, да. Да я не знаю, чуть ли там где-то отдыхать. В Питере так жарко. Если до какого-нибудь озера добраться можете, то вполне себе лето неплохое. Жара прям стоит. Я мотик, ребята, кстати, сделал уже. Мне чипанули мозги. Прошили нормально? В общем, валит хорошо. Я разогнал его 237. У него запас был, а у меня запаса уже не было. У меня уже очко сжалось практически как это. Ушко от иголочки. Внутрь сворачивается. Дальше было некуда. Нет, просто был асфальт такой себе. Плюс машины плотно шли. То есть как бы я... Неудобно разгоняться и между машин идти. Ну, главное, сняли ограничения, сняли отсечения. Давай, делай. Ну, что ты начинаешь? Делаю по 5 блинов, блядь. А как делать-то, блядь? Давай, давай, давай. Хоть раз в 3 месяца нужно тяжело заниматься. Ну, неплохо для различного подхода. Неплохо. Все по одному. Это было прям... Ну, как раз место есть. Бля, шавуха охота. Шавуха охота. Шавуха охота. Ну, нам, мы не пойдем шавуху. Давно не ел. Вам нужно поставить много лайков под этот видос. Если он наберет овер до хрена лайков, то мы с тобой пойдем во вкусные точки. Едим это дерьмо с плесенью и тухлыми котлетами. И скажем вам, как нам это не понравилось. Спойлер. Спойлер. Вкусные точки это вкусные точки. Название, конечно, дебильное напрочь. Да долбоеба. И логотип тоже. Но. Мне кажется, на это и был расчет. Сделать херово? Ну, сделать, типа, такое наитупейшее название, чтобы о нем просто пиздец распиздели. Какое-то хуевое название. И все. Ну, может быть. Вот, конечно, у Ромки особенность я сделал. Не так много работы еще. Раздулся в два раза, чем был, когда пришел. Да, такая вот это есть тема. Губка. Мышцы губка. Ну, пампинги я даже похож на человека с абонементом в зал. Даже с мультикарты, возможно. Даже с мультикарты, да. Саша Приходько. Привет. Борис Борисович. Добрый день. Спасибо большое. Кому тебе привет, привет. Очень, очень ценю. Второй, он сказал, что мы с ним будем качаться, а не пиздеть. Чтобы вы знали. А чувствуете, что мы качаемся? Кстати, от того, что я не мог качать средние дельты, я немножко больше делал передние дельты. Я говорю, передние дельты выросли. Или они на фоне просто средней больше стали. Дочка сказала, говорит, папа, у тебя что-то странное. Я говорю, спереди. Я говорю, почему? Я говорю, мышцы. Она такая, нет, нет, нет. У других дяди их там нет. Я их не тренирую. И на мою фотографию показываешь. Давай, давай, давай. Ну, я понимаю. Я бы тебе помог, но прости. Вот, красавчик. Good work. Lightweight baby. Rip. Давай, еще шесть. Давай, давай. Я их вообще ничего. Давай, давай, я грудь потренирую вместе. Хорошо. Все, это такое уже прям. А следующий сделаем дропсетом. Будем делать. Ага. Пять, 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 пять. Пока блины не кончатся. А. По методу, я забыл, кого. Назовем это FST7, только по пять раз. Да, да. Потому что по семь не сделаем. Красавчик. Прям вообще. Вообще красавчик. Кто напишет? Что почувствовал? На хуй вешать такой вес, что... Топ, подожди, подожди, мы просто сделаем для них вот так. Для человека, который не тренируется два месяца. Я всегда его ведьме ебану. Без весов. Без весов. Давайте накачать. Когда накачаетесь без весов, когда накачаетесь по статодинамике и по другим системам мастурбации в зале, расскажите. Тут момент же такой, что сначала этот вес и читинг, то есть мы же не все подходы сделали в читинге. Это именно вот такой... Ну, для меня это субмаксимальный вес для этого тренажера. И что пройдет цикл какой-то определенных там тренировок, и то есть тот вес, с которым я наоборотил, допустим, поменьше на 10 повторений... Ром, не снимай, ты продолжишь. Я не хочу снимать, столько таскать. Я пойду, пока сделаю там скручение, стягиво. И потом приду к тебе будем делать. Засекаю минутки-полторы. И то есть для чего? Это для развития, так скажем, силовых показателей. Да, в спину бьет не сильно, но в любом случае спина что-то забирает, но зато потом с большим весом я смогу делать чище. То есть, ну, идея такая. Поэтому не нужно писать, что зачем такой вес, лучше чище, лучше меньше вес. Все прекрасно понимаю, 100% поддерживаю, но иногда нужно заходить на такие веса, делать небольшой читинг, может быть, большой даже читинг, для того, чтобы силовые показатели в определенных движениях тоже росли. И чтобы дальше чисто вы могли работать с большим весом. что, оправдался от того, что делаешь большой вес? Ну, я попытался максимально тактично разъяснить, без ругательств, не говорить, пошли вы нахуй, если вы нихуя ничего не знаете, завалите свои ебальники и смотрите это видео. Вот, этого я не стал говорить. Правильно, молодец. Я вот уже давно учил Рому быть, это, более сдержанным. Он меня учил быть более сдержанным, а потом что-то у него у самого пошло не так. И года, наверное, начиная с 21-го, если вы просмотрите хронологию видео, где Руслан очень тактично в кавычках себя везет по отношению к хейтерам, пошли вы нахуй, пидорасы, ебаны и так далее. Нет, я использую в некой степени наиболее понятный язык выражения своих мыслей и эмоций, но в целом я в меньшем количестве использую этот прием разъяснения. Но это все такое прям. Я ему даже в комментариях иногда под видео пишу, вот так меня Руслан научил быть более токсичным, более терпимым. Но иногда, к сожалению, хоть мы и привыкли уже к таким вещам, к хейту там и так далее, но все равно это так или иначе подзаздевает время от времени. Особенно в настроение не попадает. Я просто всех этих людей жду. Вот мы проехали, с Ромой, всю Россию. Мы были в Москве, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Красноярске, в Краснодаре, в Сочи, я не знаю, и в Ростове я был, ребят, где я только не был. Где же вы, храбрые, умные, смелые, достойные, великолепные господа, которым бы можно было поставить их на колени и обоссать? Потому что вы, ребятки, конченые с нашими абсолютно бесполезными вашим существованием. Я представляю, насколько нужно быть просто, ну, я не знаю, что вы, одноклеточные лучше. То есть вы смотрите видосы, которые вам не нравятся. Пишите об этом в комментариях. Пишите об этом. То есть вы настолько, бля, в это время надо пойти родных обнять, книжку почитать, видосик посмотреть, который вам будет нравиться. Я уверен, что вы осилите какой-нибудь там видос детей там до одного года какой-нибудь японский, где мигают лампочки. Вам понравится? Ваш уровень развития примерно. Нет, мигают лампочки сложно. Ну, просто, черный экран, например. Пока работай хорошо. Давай два. Раз. Красавчик. Ну, тут на семь. На семь и уже такой хорошим делаешь его, думаю. Со следующего подхода не приматывайся. Уже будет легко дышать. От четырех. А, от трех. Пошел. Дыши. Хорошо. В два все-таки. Красавчик. Все, следующий не приматывайся, поэтому начинай сразу, как только. Сядешь, берись и делай. Локатки пониже. Вот. Два. Отлично. С документариев про отдышку. Нет отдышки, все нормально. Погнали. Четвертый подержали. Вот, подержали. Локти пониже. Сделали, два раза подержали. И. Раз. Два. Кулит. Давай, три самой. И. Уже четыре. Раз. Давай. Красава. И раз. Отлично. Супер. Да, он пересидел, он пересидел, да. Штрафной яванул за секунду. Просто, если вам интересно, каким образом я ориентируюсь на количество движений, сколько он должен сделать, вот обычно наша работа выстраивается так, Рома должен делать столько, пока мне не надоест. Вот. Такая цифра есть. Хорошо? Водыгла. Борода вспотела. Че. Привет. Теперь, когда мы в достаточной мере размяли спину. Вот. Начнем с тренировок. Предварительно утопили, да. Мы теперь просто пойдем делать тягу штанги в наклоне и тем, что мы уже не утомились, мы чуть-чуть снизим рабочий вес. Вот. Натягивое движение. Например, у нас поясок. Кстати, сначала, как я сел на диетку, я уже со второй верочкой вот с этой на четвертую могу стягнуться. Значит, я похудел вот настолько. пониже ровно клонечко. Поясница пизда. Боит. Если поеду на турник, один. Поеду на турник один. Вернусь, скажу вам, что подтянулся тысячу раз. Эрик, да видишь, блядь. Версия 2. Ну, вдруг я ни разу не пикнусь, потому что я устал. Вы скажете, эээ, что там? А стрёмно же? Стрёмно. Стрёмно вот с такой ногой ходить. Вот это стрёмно. Я жене говорю, бля, мне надо шорты купальные покупать. Потому что, ну, она говорит, у тебя что, комплекс типа по этому поводу? Я говорю, ну, как тебе сказать комплекс? Как тебе сказать да? Да, то есть, всю свою сознательную жизнь, грубо говоря, там, с 2011-2012 года у меня, ну, достаточно развитые бёдра были. Ну, соотношение их, конечно, росло. И я всю жизнь ходил, блядь, с такой жопой и с такими ногами, блядь, что, ну, грубо говоря, там, всё равно так или иначе, это как бы обращали внимание. А тут ты сейчас ходишь, одна нога вроде норм, вторая меньше, и тебе некомфортно всё равно столько лет проходить в такой форме в определённой. И сейчас этой формы ног нет. И как бы там ты не говорил, дай похуй, это временно и так далее, всё равно в голове это сидит момент. Ну, это честное. У меня это реально вызывает дискомфорт. Дискомфорт. Я когда после, помните, у меня был сильное заражение после операции на грудь, у меня буквально пара фоток есть, где я там в зеркало так сфоткал, никогда можешь не буду фотографировать вот это. Но, в общем, как бы, ты не можешь забить болт. Прямо спокойно на это смотреть невозможно. Ты привыкаешь. Ты привыкаешь к силе своей, ты привыкаешь к какому-то внешнему виду, ты привыкаешь и к реакции. Конечно, ты себя гораздо спокойнее чувствуешь в мире, что такое рафло на кого-то, и люди такие, блядь, такие дурак какой-то, обожгался стероидов. Все спортсмены по факту всю жизнь вот такими себя, большую часть времени ощущают. А тут как бы... Такое. И как бы мне там, знаете, не хотелось говорить, что все это временно. Я все это головой понимаю, но внутри это все сидит. Не надо писать про закомплексованных качков и так далее. Нарциссы, нарциссы. Да. Просто есть определенные моменты вот эти вот, которые мы просто делимся и говорим, как есть. В первый раз взялся широковато. Было. Как-то не очень подручно, удобно делать. Возьмусь поуже. Ух. 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 Я так и не хотел подтягиваться еще, кстати Сейчас отдохнуть схожу все-таки Бажанчик смотрим, как рекламирует Мониторим, чтобы работал Знаете, что Бажанова взяли в генетик В четвертый раз Под его ответственность Он просил, понимаете, за него Он просил Поэтому, если ты думаешь, что Рома плохой тренер То нет, хороший, заботливый Но нихуя не знает, как сказали Это, по-моему, моя первая тягуштанга наклона За все время Да, слабенькая И просто из-за того, что Упора на две ноги не было Я не делал На самом деле Добавишь, да? Прям норм Я бы добавил Добавляй, добавляй Я хочу по десяточке тебе Да Поясок одень для комфорта О, ебать Попробую подтянуться Сейчас, короче, пойду подтянусь И честно вам скажу, сколько будет раз Даже если будет ноль То скажу, что было пять Ну честно Угораю Сейчас, сейчас Пауза Издалека сними на приближение Чтобы я подтягиваюсь А потом, как я пизжу в камеру А потом, как пизжу в камеру Нет, я не буду Я честненько Дара с дополнительным отягощением В виде телефона Кстати, никому сейчас не нужны Наушники или что-то По Apple с Дубая Бесплатно? Нет, за деньги Ну, за доллары То есть по курсу 56 Это да, это выгодно Я сейчас буду Аньки заканывать Вообще сейчас айфон в Дубае Стоит еще пять тысяч рублей Ну вот так-то Вот 13-й Pro Ну там не растаможен Ничего не надо будет А с чем? У меня Аня такой с Дубая Да? Талия, конечно, у меня Не как у Руслана В основном она у меня Как у кота Виталия, бля Братон, на какую дырочку Ты там застегиваешь, бля? Я на четвертую застегиваю сейчас Какая четвертая? У меня на первую не лезет, бля Застегивал, по крайней мере, Когда покакал на четвертую Я сейчас попробую, скажу тебе После тебя подход сделать Короче, я подтянулся Я не назову это прям подтягиваниями В полной мере этого слова Но 10 передвижений корпуса В пространстве Ухватившись за рукоятки Я сделал Вот, в общем, 10 раз Видите, амплитуда не полная То есть до конца руки Ну не выпрямлял прям Чтобы вот так Вот так вот делал И вверху, ну как-то так В общем, подтянулся я Около 10 раз То есть свеженьким Наверное, я там 16-18 раз бы даже сделал Ведь опять же все без рывков Потому что стремненько По ощущениям Вот наша тренировка идет Все равно сейчас хорошо делать Очень тягу Молодец Чувствую дискомфорт Дельтовидных Дельтовидные есть где-то Вот Кстати, у меня еще прикол У меня после плазмы Вот остались еще прыщики После первого укола Именно, не знаю почему Я утром проснулся У меня всю левую сторону Вот отсюда Осыпало, да? Вот так То есть реакция была почему-то А после второго укола Вообще ничего Я прям такой А у меня, ну В принципе, кожа довольно-таки чистая Я прям офигел И самое главное Мне все, знаешь, люди такие Уколол что-то От фармы От таблюдок твоих А именно в тот день Я, короче, то есть Я был, как раз, кем-то пустой уже долго И ничего еще не уколол То есть мне нужно было На следующий день колоться То есть я был максимально чистый То есть ничего не менялось То есть было понятно 100% что после укола Прям засыпало Четко левую сторону Прям всю вот руку И на ребрах немного С обеих сторон Ну все Странная реакция такая Избирательная Хотя, естественно, это же Работает на все тело Я всегда считаю, что не будет такого Не может быть такого Избирательного момента Но все же Вот Ну уже все почти прошло Уже нормально Ну вот, да, смотри В принципе, если сильно постараться Могу и сюда застегнуться Это пиздец Я сильно постарался Чтобы на первую застегнуть Ну ладно, на первую На вторую застегнулся На первую Серьезно? Да Сейчас покажу Не, на четвертую Ну я вешу-то как барашек Сейчас вам не вес Ребята Килограмм А тут висок стилист Можно пойти взвеситься Давайте так Сейчас вот Подумай, сколько я вешу Нажми паузу И напиши в комментах Кто сейчас точно Прям в граммы попадет То есть я буду, ребята В цепочке, в часах Без пояса, в одежде Я не завтракал Кому интересно Мало ли В общем Кто попадет в самый точный вес Тот получит Банку жиросжигателя Жиросжигатель Вес Отлично Лето Банка оксигена Для мальчиков Банка липая лейди Для девочек И для тех Кто не определился Если что Можно одну того Одну того Вот Так что все Пиши мой вес Я делаю подход Сожгу еще 10 грамм И пойдем на весы И Ромыч тоже Короче Нужно вес мой И Ромке угадать Кто будет самый близкий Видео на канале Генетика Поэтому призы от него Но вес угадать надо А от Ромки Для вас Личный Спешл Гифт Гифт Тед Т В виде Вы напишите ему Три вопроса Он вам ответит Голосом Такая мини консультация Я блять Это регулярно делаю В директе у себя А с сегодняшнего дня Любой вопрос в директ Тысячу рублей Через меня Я Ромке передам Поинвестировали в Ромку Теперь пора бы это уже Процент снимать Все верно А то он Блять Могу повредил Мою долю с Олимпией Явно сдвинул На годик точно Пиздец просто Подвел Еще и Я бы сказал А где-то без меня Грустит один Роллс-Ройс Грустный Как минимум Бля Кому хочу А что он такая тяжелая Это после подтягиваний Кажется так Ба Победа Пошли взвесимся Давай я подходик сделаю Давай Я взвешусь Потом ты взвесишься Блять О Ну разобрался же все-таки Ой А если с меня снять Получаются кроссовки Железяки Что 92 с половиной я вежу Типа Если кому-то вдруг интересно Теперь Сколько у меня рост То 175 сантиметров У меня рост Вес получается Килограмм 92 Наверное Сейчас есть Ну прям Не кушавший я И опять же Тем кому интересно То в данный момент Ручки у меня похудели Без нагрузок Рука у меня сейчас 49 сантиметров Недавно Друг у меня спрашивал Поэтому я знаю Я померил Вот так Вот вам Определенные Антропометрические данные Поэтому все Кто думали Что вешу я больше В общем-то Вы Думали так же Как и все А у меня где ключик мой Блин Там вкусненький лимонад Есть С лимончиком я хочу Кьюин Ти вкусненькие Делает лимонады Бельгия Стоит примерно Как самолет Продаются Только тут Возди в спортлайфе Больше Недя не видел Ну че Ну че Ладно Только мой вес Вы написали И хрен с ним Потому что Ром только сейчас Пойдет взвешиваться В конце И получится Мой вес Вы будете знать Уже все равно Поэтому Ромкин вес Если вы написали То прикольно Хотя бы будем знать Ориентируемся На приз По моему весу Недавно из зала Выхожу На Пулковском Девушка На встречу идет Такая А это ваша машина Такая там яркая Стоит Я говорю Ну да моя Это сразу и подумала И у меня вопрос А это комплимент Или это типа Ну только у тебя Такого придурка Может быть такая машина Вот В какую сторону Думать Видел Ромкин Мерседес Снизу запаркован Очень нарядно Все так выглядит Дырявенький Кстати Кстати Рома еще один Мерседес продает Красненький Да Минутка рекламы А в общем Короче Рома теперь умный Машин у него теперь много Аж три Мерседеса Поэтому наверное Следующая все таки Будет Как по какой-нибудь Надо госпрограмме Ромке все таки Брать себе уже Квартиру в ипотеку Потихонечку Я считаю По этому поводу Что не квартиру А дом Вот А дом Кого можно купить? Вы не поверите Вы не поверите Кто еще и дома строит До кучи Потому что Продаем дома Протеин Людей Бананы Оружие Шучу Бананы не продаем Бананы сложные Бананы быстро портятся На самом деле Бананы очень тяжелый товар Холодильники Моролятся А люди Они прям очень универсальные Ну люди всегда востребованные были Последние Тысячи лет Люди отличен товар Нет Просто мы Пару выходных Поездили Так скажем За город К друзьям Ну там На одну дачу И домик мы снимали За городом Блин Какой кайф Вообще просто Ну вон С Соколовичем Соседи участок Свободен Да Блядь Ну раньше Думать надо было Сейчас ценник уже конь Ну вот выстрелы Будет еще дороже Поэтому Ну у нас На этой земле Уже газ Уже электричество Уже вообще все То есть Тупо коробку кинуть И можно уже там Типа Зимой заехать Тупо блять Тупо Тупо Я еще не натренировал Столько людей Загадай что есть какая-то Канада пептиц есть И фарму еще делать Канада Вот тут Влажная история Как из Канады Сюда приехала фарма Она бы стоила Примерно как золото Потому что в Канаде На 104 раз дороже Чем в России То есть Она бы стоила Стоить здесь Должна была бы Еще хотя бы Минимум x2 А почему-то наоборот Все происходит Да ни один качок Блядь Ее нахуй не покупал Они сука пропик Блядь Говно Пустое Плюс 10 тысяч На вырезание абсцесса А потом Вопросы задают Блядь Ром Как избавиться От абсцесса Чем помазать Фарму надо брать Нормальную Качественную Блядь Сколько уже Ну почти Ну не год Наверное Поменьше Да год Год уже Может больше Слушай уже Нет Год уже И вот Прошлой весны Год Год прошел Больше года Я мир выиграл Я могу Ставлю по 4 По 5 кубов Ну то есть За раз Я в один шприц набираю И ставлю У меня все Отлично Рассасывается Никаких болевых Никаких шишек Ничего нету Бля Я даже в широчайшие Ставлю Все отлично Рассасывается У меня никаких С этим проблем нет Когда мне задают Блядь Какую лучшую фирму Фармакологию Ну блядь Заебалю А я скажу Какую лучшую Ребята Никакую Не надо употреблять Фармакологию Вниматься там Натурально Как я И как я Вот Мы против допинга В спорте Вообще В принципе Если вы можете Не употреблять Не употребляйте А если решили То употребляйте Качественное Как мы с тобой поговорили Поставил себе Да Да Ну я прям Реально кривую поставил Ну один раз Помнишь А при тебе же было Когда я нерв проколол Помнишь Блядь 20 минут Реально вот Слово агония Это было то что надо Я блядь Орал Прыгал Валялся на полу Валялся на скамейке Что-то еще То есть ну мне было Я блядь ее тер Трес Мне было Столько хуево и больно То она месяца два была Такая опухшая Отекшая Это было адско Это да Вот это неудача Одному сделаем Надеюсь не забыли Поставить палец вверх И подписаться на канал И угадать вес Да вес точно угадали Халяву все любят А да Ну мы еще ромкин вес посмотрим Ради интереса Чтобы ты понимал Сколько мы взвестили меня 24 ровно Ты не 3 24 ровно 24 Пяти килограмма я в шмотках А я сейчас буду килограмм 104 тогда В обычном Хотя напиздел всем Что 107 Сейчас взвесим узнаем В общем ребятки Если понравилось Поставьте лайк И подпишитесь А самый огонь Ну прям такой Огонь и благодарочка Если поделитесь видосом С друзьями Вот есть у вас друзья Если возможно Ну хотя бы один Скажите ему Что вот ништяк видос Нормальные пацаны Он меня потрогал за жопу Ладно шучу Телефон достал Кто звонит? Я не достал Я кнопочку нажал Вы поняли Что я это движение Очень люблю Мне видимо Анатомический супер подходит А ему деваться некуда В общем то и все Такая Хорошая тренировка спины На самом деле Ничего интересного В принципе По большому счету Тут подчеркнуть Как бы Ничего нового Тренажеры рычажные Ну тренировка огонь Вам же надо все Чтобы что-то извращенное Показать Там блять Ногу руку закинуть Что-то новенькое Какие-то новые ощущения Все ищут Нету ничего нового Есть Хуенные тренажеры И охуенные проверенные Времени Различные приемы Так скажем Для того Чтобы проработать Вашу мышечную группу И дать ей стресс Вот и пользуйтесь Этими проверенными приемами Лучше чем Придумали до нас После нас Еще не придумали Ого Сейчас когда была Очень глубокая мысль Я Нет Я сказал что Ничего такого Сверхъестественного Мы не поделали Просто охуенно Потренили спину И уже все придумано До нас Ну тут Пиловеры Сверхнего блока Редко кто делает Это показывает Если честно Конечно до нас Это тоже придумали Но я редко Вижу это упражнение А сам его Пипец как сильно люблю И прям вот Где попадя Где не попадя Сую Вот Про упражнение я говорю Кому попадя Кому не попадя Да про упражнение Не надо его слушать Ну в общем-то Тренировочка закончила Мы на весы Переодеваться Точно давайте на весы И все Я куплю себе лимонадик А у меня протеинчик Генетик лап Протеинчик у меня тоже Генетик лап Да Капучино Где прям ноль Где прям ноль Желательно Не спи Ну и в Калентине Рекабель приводов Ну это в кроссовочках Маечки И в трусиках Еще и потненьких Они тяжеленькие Поэтому 107 Но с утра Был позавчера Тоже 107 Стараюсь часто Не взвешиваться Ну я сейчас На самом деле Не знаю Какая у меня Динамика Больше радовать Радовала бы Положительная Или отрицательная В плане цифр На весе Но Форма потихонечку Начинает радовать Хотя я еще полностью Не включился В такой процесс Процесс сушки Такой Что-то на уровне дна Пока еще Субтитры сделал DimaTorzok